Многотысячная общенациональная манифестация в Брюсселе против социально-экономической политики властей Бельгии закончилась столкновениями с полицией. Три самых крупных профсоюзных синдиката вышли на митинг, чтобы отстаивать права работников на достойную оплату труда и пенсии. Страж порядка предприняли все миры безопасности, чтобы мирное шествие не переросло в беспорядки. С места событий передает наш корреспондент Бельгии Жанна Тернст. Жесткие меры экономии, увеличение пенсионного возраста и новый законопроект правительства об удлинении рабочей недели. Вот против чего бастуют сегодня объединенные профсоюзы Бельгии. По самым грубым подсчетам, сегодня сюда собираются около 50 тысяч человек. Главной движущей силой протестов выступают профсоюзы. В огромной толпе доминируют красные флаги социалистов и зеленые куртки центристов. Они требуют не сокращать расходы на здравоохранение и пособия по безработице. Правительство не принимает во внимание наши аргументы и экономит миллиарды евро за счет уменьшения социальной справедливости. Мы против мер жесткой экономии, повышения пенсионного возраста и увеличения рабочей недели. Если эти меры жесткой экономии будут продолжаться, нам придется работать больше и зарабатывать меньше. Судсвыплаты сокращены, а налоги растут. Когда социальная экономия будет еще жестче, пропасть между богатыми и бедными будет расти. Это отодвинет страну на 100 лет назад. Однако власти заявляют, что все эти меры применяются для активизации занятости и роста экономики. К тому же, по их словам, многие нововведения являются результатом законов бюджетной экономии, принятых предыдущим правительством. А расхлебывать последствия приходится уже новому кабинету министров. Таким является, к примеру, новый закон об увеличении 38-часовой рабочей недели до 45 часов, который должен вступить в действие в ближайшее время. Уже полтора года мы терпим новшества по экономии соцвыплат. Но работая в госслужбе, мы сами можем изменить многое. Вот уже 4 недели идет забастовка охранников тюрем. Мы требуем достойной оплаты и увеличения штата. Но министр юстиции словно не слышит нас. Из-за общенациональной забастовки возникли перебои в работе общественного транспорта. Некоторые школы и детсады работали не в полную силу. Несмотря на то, что шествие было мирным, не обошлось без столкновения дебоширов с полицией. В ответ на действия отдельных протестующих, закидавших полицейских булыжниками и петардами, стражи порядка были вынуждены применить водометы. Чуть более 10 человек арестованы. Один из полицейских получил небольшое ранение. Жанна Тернежо, Март Ахметов, 24КЗ, Бельгия, Брюссель.